Добрый день, в эфире новости Осетии. Расскажем о главных событиях к этому часу в студии Вячеслав Музаев. И вот основные темы выпуска. В республику прибыл автор проекта «Онкопатруль» врач-онколог Андрей Каприн. Вместе с главой республиканского Минздрава Сусланом Тейбеевым он осмотрел онкологический диспансер. Какие недочеты выявили? Мне тут очень нравится, тут весело. В детском реабилитационном центре «Томиск» стартовала летняя оздоровительная кампания. Для ребят подготовили насыщенную программу. Для нашей команды ничего сложного нет. Ни теории, ни практики. Во Владикавказе прошел этап смотра конкурса название «Лучшее звено газодымозащитной службы». За возможность представлять свой регион на всероссийских соревнованиях МЧС боролись пожарные из семи субъектов Северокавказского федерального округа. В районе селения Болта устранили последствия схода сели. На восьмом километре военно-грузинской дороги повредилась труба, отводящая сточные воды от верхней части селения. На место незамедлительно выехали представители затеречной префектуры, управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и сотрудники предприятия МОП «Владсток». Работы завершены. В Северную Осетию прибыл с визитом главный внештатный онколог Минздрава России и автор проекта «Онкопатруль» Андрей Каприн. Вместе с профильным министром Сусланом Тебиевым и заместителем главного врача Эдуардом Зангионовым посетили онкологический диспансер. Осмотрели и проверили функционал медицинского оборудования. Обсудили особенности ранней диагностики заболевания в нашем регионе. Ведущий специалист страны обратил внимание на недочеты в организации лечебного процесса и попросил устранить их в ближайшее время. Андрей Дмитриевич подчеркнул, главная цель акции «Онкопатруль» – настроить граждан следить за своим здоровьем. Очень здорово, что с нами руководство региона. Сейчас будет беседа, которая будет посвящена как раз особенностям регионального подхода для раннего явления. Правильной маршрутизации пациентов, поднимание обеспечения пациентов, поднимание реабилитации. Провели рабочее совещание, обсудили перспективы развития онкологической службы, совершенствования работы первичного звена, ранней выявляемости, работы наших ЦАОПов, кабинетов онкологов. Андрей Дмитриевич дал конкретные предложения по совершенствованию этой деятельности, и мы в ближайшее время начнем реализовывать данное мероприятие. В СОГУ на базе образовательного центра «Точка кипения» стартовала Международная летняя школа для молодых ученых. Ее проводят совместно с Объединенным институтом ядерных исследований. В этом году свои доклады специалисты представили не только в области физики. В центре внимания тема биологии и направления современных информационных технологий. Такая площадка уже не первый год становится опорой для молодых ученых в вопросах стажировки и трудоустройства. Она как раз и ориентирована на поиск перспективных проектов. Сегодня наш университет принимает порядка 50 человек, которые приехали, начиная с Владивосток, Камчатка, это весь Северокавказский федеральный округ, ребята, и другие, соответственно, наши студенты из Горнометаллургического института, наши студенты. То есть охват мы стараемся сделать максимально большим для того, чтобы происходила коммуникация как между студентами, так и, соответственно, между преподавателями. Формат летней школы предполагает и ответный визит в республику ведущих специалистов Института ядерных исследований. Программа в этом году стала больше, запланированы лекции и мастер-классы от российских физиков. Их посетят больше 100 студентов и молодых ученых. Они приехали из разных регионов России. Мы не ошибки хотим исправлять прошлого и не хотим что-то ремонтировать или модернизировать, а мы формируем будущее. Вот чем команда университета мне нравится, тем, что это все про будущее. Здесь обсуждаются самые смелые проекты, здесь очень хорошая культурная, образовательная среда, историческая. Здесь всегда было сосредоточие интеллекта и культуры. В детском реабилитационном центре Томиск началась летняя оздоровительная кампания. В первую смену попали ребята не только из Северной Осетии, но и из Луганской и Донецкой народных республик. Всего порядка 200 детей. Для них подготовили насыщенную программу. Помимо экскурсий, большое внимание сотрудники центра уделяют творческим занятиям. Под впечатлением остались не только дети, но и их родители. Подробности в материале Дзара Соколоевой. После того, как это просохнет, мы будем делать еще два-три слоя, еще подклеим, а потом уже будем красить. Из подручных средств, стаканчиков, пенопласта, бумаги и красок ребята учатся создавать дерево. Техника папье-маше – одна из самых популярных направлений прикладного искусства, говорит Эльза Дзуцева. Женщина в профессии уже больше 12 лет. За эти годы она научилась находить подход каждому ребенку. Я здесь уже второй день хожу, но мне она больше всего нравится, потому что она все объясняет, показывает, как это все делать, показывает работу, которую уже делали эти ученики. Я уверена, что за все эти три недели я все свое пойму, как все это тут делать. И тоже сделаю такие же работы, которые делают другие ученики. Декупаж, лоскутная аппликация, плетение осетинских платков и даже вышивка в ковровой технике, гончарная и столярная мастерски. Все эти направления выбраны не случайно. Работа направлена на снижение тревожности, развитие коммуникативности и, конечно, мелкой моторики. Очень мы любим крафтовые работы. Вот такие вот мы из картона делаем сувенирные коробочки. Дети учатся своими руками делать какие-то подарки родным, близким. То есть они видят, что из простых материалов, практически бросовых, можно получить в итоге очень красивую и оригинальную вещь. Творческие занятия – не единственная составляющая летней кампании в Томиске. Ребята проходят комплекс реабилитационных медицинских процедур. Все это в интересном формате. А для того, чтобы дети полностью погрузились в оздоровительный процесс, у них забирают все гаджеты. Свои телефоны ребята получают только на два часа в день. Я приехала пять дней назад с братом. Мне тут очень нравится, тут весело, тут никогда не скучно. Тут забирают телефоны, но я даже забываю про телефон. Этот галстук обозначает то, что я медиа. Есть лидер и медиа. Медиа – это тот, кто фотографирует всякие моменты и записывает в стенд. У нас там есть отдельный стенд для нашего отряда. И мы записываем, как прошел наш сегодняшний день и прикрепляем коллажи, фотографии. Первая смена патриотическая. Она стартовала в Томиске 10 июня. На одной площадке собрались порядка 200 детей со всей республики. А еще дети из ЛНР и ДНР, которые размещены на базе здоровительного центра. Программа «Насыщенная» уже побывали на экскурсии. Под впечатлением остались и родители. Впечатления такие хорошие. Спасибо вам за организацию этой поездки. Мы очень благодарны. Дети очень довольны. Оздоровляются мы тоже. Процедуры хорошие, погода хорошая, природа. Все очень нравится. Хотели бы еще раз попасть сюда. По словам директора детского оздоровительного реабилитационного центра, дети уже полностью адаптировались. Они подружились. Мы очень переживали за то, как получится у них именно составляющая коммуникативная. Но процесс адаптации прошел положительно. И они обрели новых друзей. В этом году примут 4 потока по 200 человек. Все смены будут разной тематики. Детскую оздоровительную кампанию завершит «Медиакэм». Сара Соколоева, Артур Гоглоев, Новости Осетии. Пункт технического обслуживания трамваев на улице Николаева обновляют. Таких работ там не проводили 60 лет. Впервые полностью заменили кровлю, ремонтируют рабочие кабинеты, привели в порядок душевые и комнату отдыха. Сотрудники изменения МРАДы. Технический персонал трудится полный рабочий день, а условия труда долгие годы были неприемлемыми. Всего там 35 человек на станции проводят мелкий текущий ремонт подвижного состава. Именно в пункт обслуживания доставляют новый трамвай, где и происходят технические осмотры и обкатка. Кроме того, на территории впервые за много лет расчистили и привели в рабочее состояние трамвайный путь «Веер». Он позволяет загонять на территорию пункта до шести вагонов одновременно для их технического осмотра и расстановки. Ростельхознадзор обнаружил очередную несанкционированную свалку в районе станицы Архонская. Участок в 40 гектаров захламлен строительным мусором, сорными растениями и бытовыми отходами. Площадь очага загрязнения около 120 квадратных метров. Как отметили сотрудники ведомства, территория не заброшена. Есть владелец. Его уже уведомили о нарушении. В данном случае нами пока направлено предостережение. арендатору о недопустимости нарушения земельного законодательства и чтобы он исправил те нарушения, которые были выявлены. В случае, если он не примет никаких мер, то будут проведены повторно контрольные надзорные мероприятия. Досудебная будет претензия направлена в его адрес, будет посчитан ущерб, который он нанес такими своими действиями неправомерными. И это будет предъявлено арендатору. Во Владикавказе прошел смотр-конкурс название «Лучшее звено газодымозащитной службы». Соревнования проходили между командами из регионов Северокавказского федерального округа. Северную Осетию представляло звено 17-й пожарно-спасательной части. Помимо практических навыков, конкурсанты должны были продемонстрировать и отличные знания теории. Победитель примет участие во всероссийском этапе. За соревнованиями наблюдала моя коллега Лидия Цахилова. Огнеборцы почти готовы. Перед стартом обязательная проверка дыхательного аппарата. Полоса препятствий начинается с горящей квартиры на третьем этаже. Быстрая реакция, слаженные действия, чтобы пройти сквозь пламя и завесу дыма в полной экипировке. Эвакуировать пострадавшего и оказать необходимую помощь. Испытания максимально приближены к реальным условиям. Смотр-конкурс собрал семь команд из регионов Северокавказского федерального округа. Это второй этап, где борются за звание лучшего звена газодымозащитной службы. Северную Осетию представляет звено 17-й пожарно-спасательной части. В конце мая они стали победителями республиканского этапа. Для нашей команды ничего сложного нет. Ни теории, ни практики. Это оттачивает наши навыки для совершенствования, для помощи людям, которые находятся в непригодной для дыхания среде. Межрегиональный смотр-конкурс состоит из трех частей. Теоретическая и две практические. Всего в соревнованиях принимает участие 50 человек. Главное управление подготовилось к проведению соревнований. Подготовлена соответствующая учебная материальная база. В ходе проведения мероприятия будет пройдена полоса препятствий, в том числе психологическая полоса. Будет организован поиск пострадавшего в задымленном помещении, как этап соревнований, и проверка теоретических знаний. По каждому из этих направлений будет произведена оценка. Победитель межрегионального осмотра конкурса примет участие во всероссийских соревнованиях. Но победа, как признаются сами участники, не главное. Соревновательный дух и сплоченность коллектива, а также оттачивание навыков борьбы с огнем, которые пригодятся в реальной ситуации и позволят спасти жизни. Лидия Цехилова, Георгий Гагиев, Новости Осетии. Это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин